— И у нас в рубрике «Живое кино» гость — кинорежиссёр Юрий Быков. — Здрасте. — Здрасте. — Юра, спасибо, что ты доехал по Пушкинской практической метели, которая сейчас в Москве. — Да, тем более, что, конечно же, от Большой Бронной до 905-го года невероятное количество километров преодолел. Да нет, спасибо, что пригласили. — Расскажи, что происходит в твоей жизни. Вот у Лео Ди Каприо год начался с награды, у тебя год начался со скандала. Мы сейчас не будем его подробно обсуждать. Все, кому интересно, могут на Фейсбуке Юрия Быкова прочитать его подробное мнение по этому поводу. Я, так сказать, не буду на мозоли сейчас наступать. — Это не мозоль, пожалуйста. Хотите, наступайте. — Мне вообще странно. Наш «Интерстеллер» или так его обозначали этот фильм. — Наш ответ гравитации, по-моему, говорили. — Чего только не говорили, да. Наш плевок в душу Кристофера Нолана или не знаю кого, Куарона. — Ну, пленали. — Как ты вообще взялся за такое? — Ну, у меня была достаточно такая прагматичная. С одной стороны, с другой стороны, очень творческая. Про нее можно отдельно разговаривать. Прежде всего, очень прагматическая позиция. Мне предложили очень большой высокобюджетный проект с очень серьезными артистами и с возможностью сделать так называемую эпическую драму. С элементами аттракциона, с очень серьезной студией, в частности, Базилевса и так далее. И я на это соблазнился, конечно, прежде всего, как молодой начинающий режиссер, который хочет себя попробовать в разных апостасях. Потому, что для меня очень важное резюме. Я когда-то в полумолодости натворил дел. Сейчас тоже не буду упоминать. Те, кто знает, те знают. Но дальше, в общем, достаточно серьезно взялся за себя. И профессионально, и человечески. И снял, в общем, достаточно неплохо, как мне кажется, несколько авторских картин. И, в частности, вот сериал сейчас «Метод», который тоже был не очень легким. Но ты Хабенского там очень по-другому раскрыл. Мне понравилось. Ну, мы старались, правда. Здесь без лишнего кокетства. И образ мы ему придумывали, и манеру поведения. И вообще мне показалось, что тот потенциал, который заложен Константин Юрьевич, он до конца не раскрыт. И вот мы его так прям смело попытались. А что касается «Время первых», в общем, тоже была такая амбиция чисто такого творческого характера, что называется. Извини, мне показалось, что если вот на тебя сейчас одеть кепку, ты даже будешь на него похож. Один в один. Просто он весит, наверное, раза в два меньше, чем я. Слушай, ну а с «Время первых» что пошло не так? Да ничего не так пошло. Просто была проведена работа в течение года, достаточно серьезная. И не секрет, что проект был уже год в разработке, в сотрудничестве с Бодровым. Он тоже, я не знаю, был ли отстранен, или ушел сам, не знаю. Когда мне предложили, я воодушевленно согласился. Достаточно быстро поднял производственную часть на ноги. Я имею в виду декорации, концепции, как сказать, и разработка 3D и так далее и тому подобное. Компьютерная графика, эскизы, привизы. Достаточно быстро вошли в съемки, отсняли первый блок, сделали монтаж, оценили, как сказать. Ну, как оценили. Мне кажется, что ситуация заключалась просто в том, что, скажем так, серьезную оценку сделанного, потому что снял я, в общем, две трети картины. Это Бузелевс не скрывает. Да, практически всю предполетную часть подготовил полетную. Сделал огромное количество привизов. И вошли уже практически в съемочный блок. Правда, потом Женя заболел, Миронов. Но была работа практически на две трети выполнена. То есть, нам оставалось порядка 20-30 смен. И, собственно, мне кажется, что проблема заключалась в том, что главным оценщиком нашего труда, собственно, которым является Тимур Нуярахитович Бекмамбетов и Евгений Тавч Миронов, они, к сожалению, эту оценку вовремя, наверное, не провели. Потому что один был занят картиной «Бенгур», второго очень-очень плотно театр. И его, собственно, художественное руководительство в театре. И когда они, скажем так, решили сделать ставку на просмотр уже собранного монтажа, отснятого материала для оценки того, что делается. И когда мы этот материал собрали, предоставили с группой, продюсеры это посмотрели, они поняли, что хотят идти другой дорогой, как мне это было сказано, потому что это кино нужно, прежде всего, продавать. А ты делаешь некий авторский? Нет, я не делаю авторских, мало того, я нигде не скрываю, и очень часто это подчёркиваю, что на студийной работе я наёмный человек, и я всегда выполняю по букве указанного. Я, конечно, вношу своё творческое видение, но ровно в тех рамках, которые мне задают. Поэтому, собственно, допустим, тот же самый пример с методом, потому что Александр Евгеньевич Цикал является никоим другим, кроме как шоураннером, а при шоураннере режиссёр всегда исполнительное лицо. В данном случае была просто стратегия драматическая сначала у проекта «Время первых», я имею в виду драматический боёбик. Сейчас эта стратегия изменилась, и, скорее всего, это будет, скажем, такая подростковая, такая очень серьёзная экшн-история, в которой, может быть, не будет той смысловой нагрузки, которая нужна была поначалу, но будет очень большое количество аттракциона. А в связи с этим просто, как сказать, продюсеры приняли решение, что я уже как инструмент не нужен. Поменяли жанр, поменяли режиссёра. Совершенно верно. Слушай, ну, может быть, это неплохой шаг в карьере. Вот «Германика» тоже отказалась что-то там снимать, потом доснимали, там вообще судами всё. Так что, может быть, в твоём случае это даже не хорошо. Ну, судов больше я не хочу, это раз. Во-вторых, потому что... То есть, во-первых, потому что это неконструктивно. Студийная работа есть студийная работа. Да, к сожалению, в нашем ещё сознании, таком, скажем, переходном, очень трудно воспринимается режиссёр как второстепенное лицо. Но это так. В продюсерском коммерческом кино режиссёр – это второстепенное лицо. И авторами проекта, конечно, являются продюсеры. Когда это во всеуслышание будет признано, тогда и количество претензий, в том числе от СМИ, от зрителей посвящённых, оно к режиссёрам будет меньше. В данном случае, может быть, я вот такая, как сказать, первый пробный шар в этом направлении, потому что я не для пафоса и не для тщеславия, но у меня какое-то имя есть, статус какой-то есть. И, конечно, им уволить меня вот так вот, ну, как сказать, не потому что там человек, не знаю, запил или не выполняет работу, а просто потому что он не подходит к инструменту, уволить такой же человек, как я, им было, конечно, трудно. И мы с ним очень долго разговаривали. Не в смысле по длине времени, а в смысле вот в тот момент, когда мне это объявили, вот, и им было трудно, так же, как и мне. Но они это решение приняли, это решение стратегическое, я его уважаю, и я спокойно отошёл в сторону. Как тебе с Мироновым работалось? Он действительно актёр-подарок, или он актёр-соавтор? Какой он вообще в работе? Нет, ну, конечно, в связи с тем опытом, который у него есть, он, прежде всего, соавтор, это естественно. Мало того, он продюсер проекта, 50 на 50 вместе с Тимуром. И мало того ещё, если Тимур, допустим, был в Лос-Анджелесе, занимался картиной «Бенгур», и в основном отслеживал какие-то промежуточные результаты, то Евгений Натальевич Миронов был на площадке как артист. Он всё время был в процессе, и он видел, что происходит. А как у тебя с английским языком? Я почему-то подумала, может быть, «Новые игры престола»? Неплохо. Какую-нибудь одну из серий тебе доверят когда-нибудь? Нет, нет, зачем? Нет, нет, это большая ответственность, и я не знаю, как-то так перескочили мы. Ну, как-то я так помечтала о будущем сразу. Скажи мне, а какие темы тебя волнуют сейчас? Я прочитала в сегодняшних «Известиях», что ты про Украину и про завод их, про безработицу? Да, мне интересует. В общем, я вернулся к социальной тематике, этого не скрывая. Мало того, я объявил, что я создаю собственную студию, которая будет, да, отвечать, как сказать, вернее, не отвечать, а страховать мои творческие интересы. Это не значит, что я не буду работать наёмно с продюсерами, но просто это уже больше будет прагматический вопрос, вопрос, скажем, денег, гонорары и так далее. То есть материал, естественно, имеет значение, но прежде всего это будет, конечно, работа в полном смысле по найму. А свою творческую деятельность я хочу максимально оградить от вмешательства, от непродуктивного, скажем так, влияния и так далее. Сейчас я не имею в виду конкретно никого. Мало того, я хочу сказать спасибо, пользуясь случаем, допустим, учителю, который никогда не вмешивался. И у меня нет ни одной работы авторской, за которую мне стыдно. Мне не стыдно из-за моей студийной работы, но я не могу... Я всегда говорил и буду продолжать говорить, что я не могу нести конечной ответственности за результат, в котором я не принимаю конечных решений. И, к сожалению, вот эта игра наших продюсеров в то, что все-таки получилось аплодисменты артистам и продюсерам, не получилось, виноват режиссер, она должна в какой-то момент прекратиться, потому что она нечестная. Поэтому режиссер, естественно, несет какую-то ответственность за результат, но если это киностудийная, коммерческая, за результат прежде всего отвечает продюсер, как автор проекта. Вот, и я, собственно говоря, да, я буду сейчас сделать два проекта параллельно. Один сугубо фестивальный, это история, скажем так, уже давно накипевшая. Я, в принципе, в своих авторских работах пользуюсь, так скажем, накипевшими точками в обществе. Допустим, в истории с майором это была история с беспределом правоохранительных органов на тот момент. История с дураком – это, как сказать, изношенность жилфонда, которая тоже прозвучала, ЖКХ, да. А сейчас очень серьезная проблема, которую мы сейчас постепенно начнем осознавать, и она действительно очень большая, эта проблема – это, скажем так, практическое уничтожение реального сектора экономики, то есть производства, промышленности. То есть безработица. А, собственно, куда деваться, как сказать, обычным людям, если им негде работать? Идти на большую дорогу. Это пугачевщина и так далее и тому подобное. То есть назревание вот этого социального недовольства, даже это не назовешь социальным недовольством, это кризис, когда, я не знаю, понимает ли это наша власть, может быть, существуют какие-то механизмы, которые происходят сами по себе, их нельзя остановить, но, конечно, разрыв между бедными и богатыми, сосредоточение 80, порядка 90% ресурсов в руках очень маленького количества людей под названием олигархия – это проблема. А что может кино сделать в этом смысле? Кино может поднять проблему. У меня есть своя аудитория, у меня есть, скажем так, у меня есть люди, которые… Я всегда, особенно раньше, думал о том, что действительно кино может что-то изменить в глобальном смысле. Со временем я как взрослый человек, вернее, стал взрослеть и понимать, что, конечно, оно не должно менять ничего в глобальном смысле, но оно должно влиять на ту узкую группу лиц, которые способны принимать решения, так называемую интеллектуальную элиту. И в этом смысле я вижу очень серьёзную необходимость в том, что существовало кино, которое, скажем так, оно раньше называлось в 70-е в Америке кино морального беспокойства. То есть кино, которое создаёт образ вот этого морального беспокойства, потому что одно дело – книга, статья, телепередача, а другое дело – сформулированный кинографический художественный образ проблемы. И мне кажется, что такой вот образ получился в «Майоре», в «Дураке». И я надеюсь, получится вот в этой картине под рабочим названием «Завод», когда становится понятно, что несколько тысяч мужиков, которым просто некуда идти – это проблема для государства, и нечем зарабатывать на жизни, и, собственно, нечем обеспечивать свои семьи. И если на это закрывать глаза, то возникнут очень серьёзные и ещё большие проблемы. Вторая, собственно, не позиция, а второй проект, но он, правда, долгосрочный. Я пока ещё не знаю, как к нему поступиться. Я уже делал попытки и отходил назад. Это про Украину. Меня действительно очень сильно интересует, вернее, даже не интересует, а заботит, даже не заботит. А я очень сильно переживаю разрыв между Украиной и Россией, потому что даже по школьной программе можно спокойно прочесть, что это вообще-то одна нация. Совершенно верно. То есть на Западе во времена… Я тут недавно для себя интересные вещи открыл. Дело в том, что Украина как национальность, она сформировалась в последнем 20-м веке. То есть национальность на территории Украины, она была ещё давно, то есть достаточно давно. И понятно, что свои есть этнические, какие-то социальные и культурные свои отличия у нас и у украинцев. Но я для себя недавно открыл, например, что существовала Сибирская Украина. Это как? Волжская Украина. Существовала Украина Уральская. Это диаспора имеется? Это не диаспора, это название территорий на окраине государства. Так вот, на Западе украинцев вообще-то называли русинами. И вообще-то, если есть отличия между нами, допустим, исконно русскими, и татарами, при всём уважении, нами и болгарами, нами, скажем, даже и приволжскими народами какими-то, мордвой и так далее и тому подобное, то если говорить о наименьших различиях, то это, наверное, между центральной Россией и Украиной. И вообще-то это одна нация. И, конечно, то, что произошло, вот эта глобальная ненависть со стороны Украины к нам в основной своей массе и отчасти у нас к ним, это большая трагедия. Я бы хотел просто понять, почему это произошло. И где-то точки возврата, что называется. Слушай, но если ты правильно возьмёшься за эту тему и как-то глубоко копнёшь, мне кажется, будет очень интересно. Ну, во-первых, я буду стараться изо всех сил, потому что это действительно большая трагедия. Здесь даже дело, хотя и это тоже важно, дело даже не в конкретном разрыве украинцев и русских, а вообще в прецеденте разрыва подобного национального и культурного, потому что то, что я читаю, то, что я вижу, слышу, иногда просто доходит до уровня паноптикума. Допустим, как попытки перевести, я не знаю, там, российских, исконно российских и писавших на русском языке писателей на украинский язык и, как сказать, провозгласить их украинцами и так далее. Или, наоборот, наши претензии к украинцам, что они, как сказать, младшие, недоразвитые браты. Надо нейтрализовать, как мне кажется, само понятие, ну, скажем так, само понятие врага, который сейчас очень серьёзно укоренился. Я понимаю, что существует Крым, существует Донбасс, существуют проблемные вещи, но претензий взаимных много, но это не значит, что два народа должны существовать отдельно, потому что тогда постепенно Россия начнёт разваливаться на других рубежах. Западная Мордовия, Северная Кавказ. Совершенно верно. Татарстан, Мордовия, Северный Кавказ, уж тем более и так далее. То есть, я вижу очень серьёзную, уж не говоря про Дальний Восток, очень серьёзную, как сказать, перспективу просто разложения российского государства. А это не выгодно никому, потому что то, что происходит в Боснии и то, что происходит в Сербии, это будет происходить на одной шестой части Земли. И о чём в этом смысле думают, ну скажем так, заинтересованные на Западе лица, я не очень понимаю. Потому что я понимаю, те, кто живёт на острове под названием Северная Америка, а те, кто живёт с нами на одном континенте, им крайне невыгодно, чтобы здесь воцарился тот хаос, который существует сейчас на Донбассе, допустим. Ну, скажи мне вот что. Меня интересует такая большая вещь, кто сейчас для тебя именно современный герой, каким ты его видишь, кто это? Ну, на самом деле, я вот с недавнего времени начал себе его формулировать и сформулировал, как ни странно. Это средних лет примерно моих, может быть, чуть постарше мужчины, который понял, что не стоит больше ковыряться в носу, жаловаться на жизнь, искать какие-то эфемерные, ну, если хочешь, моральные, нравственные ценности. Это человек, который обращается к корням. Не в смысле какого-то почвенничества, какого-то, знаешь, там, хождения в народ и так далее. Нет, это человек, который понимает, что, а, он гендерно определён, то есть он мужчина, он несёт ответственность за женщину и за тех детей, которых он рожает. И, собственно, у него есть язык, культура и пространство, в котором он родился и вырос, и это культурное пространство его сложило. В данном случае это русский человек. Он, прежде всего, должен быть образован. Это прежде всего. То есть никакого вот уже бандитского, пацанского понимания российского менталитета я не приемлю. Ни в коем случае не надо меня, как сказать, в этом смысле, судя по моим картинам, можно сказать, что это, конечно, брутальные картины, картины о пацанах, но я ни в коем случае не являюсь апологетом и сторонником вот этих понятийных отношений. Пацаны не знают слова «аппологет». Я в этом смысле, конечно, должна быть честь, конечно, должно быть достоинство, конечно, должен быть кодекс. Я не скрываю, может быть, на меня, допустим, какие-то группы социальные меньшинства обижаются, но я ещё и гендерный очень сильно определён. В этом смысле я не имею претензий к сексуальным меньшинствам, но я очень люблю, когда всё правильно с точки зрения гендера. В нашей самой культурной программе Юрий Быков проехался по всем важным темам, от безработицы Украины до гендерных меньшинств, но всё-таки вернёмся к главному герою. Вот, и главный герой, собственно, это тот человек, у которого в общем в голове сидит одна простая мысль, он несёт ответственность за то пространство, конечно, ответственность за то пространство, в котором родился и вырос, и за будущее тех людей, которые уже будут жить после него. Если ему важно то, что он из себя представляет, а я не принимаю, что такое, и не понимаю, что такое человек мира, я понимаю, что у человека достаточно короткая жизнь, чтобы рассуждать категориями ближний круг мироздания, дальний круг мироздания, какие-то систематические проникновения в параллельный мир. Сейчас, подожди, я достану, пианино буду тебе подыгрывать. Конечно, это будет замечательно, потому что на самом деле это действительно иронично, с моей точки зрения, как минимум, потому что человек определяет та среда, в которой он родился и вырос. Да, она бывает несовершенна. Да, у него бывают серьёзные, скажем так, социальные минусы в тот или иной период. Но не бывает идеального мира. Бывает только, как сказать... Ну, не буду сейчас иронизировать на эту тему. Так вот, это мужчина, который должен понимать, что он несёт ответственность за то, что его окружает, и он должен созидать это пространство. Он должен делать его лучше. Хорошо. А какой актёр мог бы его сыграть, допустим? Вот сейчас всех играет Козловский. До этого всех играл Хабинский. Всех играет Козловский? До этого всех играл... Кто у нас был самый популярный? Безруков. До этого всех играл Олег Меншиков. Вы знаете... Кто сейчас на нашем актёре? Мария, вы знаете, я не хочу обсуждать, почему Козловский играет всех. У меня нет претензий к этому артисту. Мне кажется, он выдающийся в своём роде, но он такой действительно очень хороший, явный пример такого, скажем так, харизматичного, что ли, уместного харизматичного присутствия на российском прокатном экране. И это нормально. Он достаточно тонок, с одной стороны, с другой стороны, достаточно мужественен и, в общем, интеллектуален, это видно. То есть, есть некие параметры, по которым он устраивает большое количество аудиторий. Что касается того, про кого я говорю, это не обязательно популярный персонаж. Мало того, такие люди популярными, ну, скажем, с точки зрения медийности, особенно в обществе потребления, не являются. Понимаете, я сейчас не говорю, что... Я не хочу сказать, что это какой-то там, я не знаю, прошедший армию или непрошедший молодой человек. Вернее, мужчина уже там... Но это интересная идея, что это непопулярный человек. Это непопулярный. Это человек, который держит в руках, ещё раз говорю, какое-то количество ответственности за окружающий его мир. И, конечно, люди витринные, люди медийные, если хотите, они таковыми не являются. Это герои нашего времени с точки зрения журнала GQ. Но это не суть и не соль земли с точки зрения реальности и обстоятельств. С точки зрения реальности всегда был, есть и будет. Что, на самом деле, интересно? Как только возникают кризисные, серьёзные кризисные, или даже критические времена, эти люди возвращаются ровно в том срезе, в котором они, как сказать, всегда были. У них есть вирту, я имею в виду кодекс, у них есть морально-нравственные ценности, у них есть уважение к своим корням, к родителям, к языку. Это просто иногда становится немодным, потому что вроде как скучно. Но поверьте мне, при всём уважении к этому движению, ни один хипстер, как сказать, или хипстер, как правильно говорить, не может обеспечить безопасность той территории, которая называется государством. Вообще, именно мышление хипстерское, оно, в общем-то, по большому счёту, очень эгоистичное, единоличное и инфантильное. Совершенно верно. Ну смотри, вот с современным героем мы более-менее определились, кто он. Неважно, кто его будет играть. Я вот сейчас смотрю, кстати, «Войную мир» английскую. Мой герой – это Пьер Безухов в исполнении Пола Дана. Он гениально его сыграл. Мы ещё потом обсудим сериал с тобой. Это сериал, да? Это не та картина, которая была с Кирой Натюни? Это сериал. Нет, нет, нет. А вот он настоящий такой нелепый русский герой, который как бы… И не герой в общем, но на самом деле, по сути, именно он является русским героем. Для меня. Мне недавно один очень умный человек сказал, что счастливая жизнь – это скучно, если это снимать и показывать на экране. Наверное, и что-то правильное, что-то очень хорошее – это тоже скучно. Но ведь, да, есть упоение в бою и бездна мрачная на краю. Но ведь постоянно жить в состоянии стресса могут только, ну, как сказать, ну, скажем, такие отпетые рок-н-ролльщики, и то недолго. И поэтому я уважаю, я правда уважаю типаж такого, как сказать, нарциссического мачо, который готов рубить наотмашь, на которого все смотрят. Да, мы видим. И готовый… Как это? Прикоснуться? Не докоснуться? Прикоснуться? Дотянуться до звёзд и, как сказать, не считая, что это сон, и упасть опалённой звездой по имени солнца. Замечательно. Но, как мне ещё один товарищ сказал, говорит, ты уже не умер молодым, значит, надо уже дальше нести ответственность. То есть, ты не стал своим, в смысле, ты не стал человеком, который пришёл, сказал, что все идиоты, и сгорел. Как Данка, я не знаю, там, как Прометей и так далее. Надо взрослеть. Значит, надо взрослеть и нести ответственность. И вот как раз вот это и есть главный труд. Да, всегда будут, ну, как вы сказали, те, кто играет всех, которые будут на виду. Ну, правда, сначала одни, потом будут другие, потом будут третьи. А те, кто действительно держит этот мир в руках, в хорошем смысле слова, берегут его. Мы, конечно, их не видим, но они же не рисуются. Может быть, я сниму про них фильм. Может быть, даже какой-то актёр сыграет. У меня, кстати, насчёт амплуа актёров, вот какой к тебе вопрос. Ты намеренно, ты во всех своих фильмах играешь некие такие камео, как Рязанов. Я не играю камео. Я, прошу, пожалуйста. Я играю на полноценные роли. Нет, секундочку, я играю полноценные. Действительно, так. Я либо играю, либо не играю вообще. У меня первая корректометражка была начальной, где я играл сам. Но это по необходимости, потому что нужно было полностью сконцентрировать процесс на себе. А дальше я играл только в Майоре. Ну, кстати, тебе очень нравится. И больше нигде я не играл у себя. Ну, в первой серии метода ты мелькнул. Там очень получилась странная вещь. Я почему-то, ну, как сказать, до последнего не мог определиться с тем, кто будет играть до... Мне почему-то откладывалось с тем, кто будет играть те, кто допрашивает Паулину. И как-то там уже за день до, собственно говоря, до съёмки встал этот вопрос ребром. И мне пришлось, как сказать, сначала позвонить своему товарищу Кириллу Полухину, предложить, а вторую роль уже отдать себе. Но это ни в коем случае не ради тщеславия, просто дотянуло. Я хотела о другом сказать. Ты очень убедителен в роли злодеев. Почему? Потому что я знаю, что такое злодей. Ты не любишь людей? Ну, что знаю. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит презрак невозвратимых дней. Я думаю, что определенная степень мезантропии, здоровой мезантропии, в мыслищем человеке должна, конечно, присутствовать. Потому что любить всех и вся – это значит ходить под феназепамом, честно говоря. А если ты понимаешь, что, как сказать, у есть к реальности, к людям, к большей массе людей, особенно в наше сегодняшнее время, в обществе, потребление претензий – это нормально. Другой вопрос, что у меня нет мезантропии на уровне «да чтобы вы все сдохли». Нет. Я отношусь к каждому отдельно взятому человеку, стараясь, по крайней мере, относиться с пониманием. Мало того, что такое для меня злодей? Злодей – это человек больной, в котором могла бы быть гармония в душе, но её нет. Мало того, иногда человек, который мы называем злодеем, сам не понимает, что он дисгармоничен. И вообще любое зло – это болезнь. Если к этому не относиться так, то тогда можно сказать, он подонок. И поставить его по другую сторону непонятно чего. Ну вот смотри, у Чехов вывел понятие «хороший-плохой человек». В твоих фильмах, мне кажется, ты вывел понятие «плохой-плохой человек». Совесть, где плохо, плохо. Почему? Если вспоминать Чехова, по-моему, у него была такая история… А, кстати, и фильм был такой «Плохой-хороший человек», если не ошибаюсь. Там Далиграл и Высоцкий. Мне кажется, Чехов правильно определил, он там очень хорошо по этому поводу иронизирует, я имею в смысле драматургии, что как раз-таки плохих и хороших не бывает. Бывает убеждение, бывают раны, которые выливаются в агрессию. Бывает… Что такое депрессия, например? Это агрессия на самого себя. Что такое, я не знаю, как сказать, талитаизм? Это агрессия по отношению к большому количеству людей без ощущения личностного. Я не думаю и не хочу думать и не буду верить, что зло – это данность как черта характера. Потому что тогда мне не с чем будет работать. Тогда мне человеческий материал просто, ну, как сказать, будет неинтересен. А что такое любовь для тебя? Ну, любовь – это, я думаю, что состояние… А вы поймали Юрия Быкова? Нет, 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 мы не поймаем. Просто если мы говорим о любви, прям вот настоящей любви, прям настоящей-настоящей, в христианском смысле этого слова, то, конечно, это не эйфория, про которую очень часто путают. Это не влюблённость с точки зрения страсти, эмоций. Для меня это милосердие прежде всего, конечно. То есть это синоним, он не объясняет полностью понятие любви, но он невозможен без милосердия. Даже не милосердие, а, может быть, а сострадание. Где-то близко к этим словам, потому что я должен сочувствовать, сопереживать человеку, казалось бы, мне постороннему. И вот это, мне кажется, и основа любви. Другой вопрос, что моя личная заинтересованность может быть настолько сконцентрирована на отдельно взятом человеке, что это уже начинает называться любовью. Но основание для любви – это в любом случае сострадание. Это понимание того, что тот, кому ты сочувствуешь, он такой же человек, как и ты. И в этом смысле даже злодеи, даже… Ведь самое великое, как сказать, прощение, это прощение самого большого злодеяния по отношению к тебе прежде всего. И мне кажется, что любовь, как понятие, именно образующее, созидающее, оно гораздо больше, чем просто любовь на каком-то страстном, живом инстинктивном уровне. А в чем смысл жизни? Мы поговорим с Юрией Бековым в следующий раз. Любите друг друга. Юра, спасибо, что ты пришел к нам. Снимай хорошее кино, будем ждать. Спасибо.